Здравствуйте, друзья! Продолжу тему своих обзоров, посвященных системе управления умным домом Домотикс. И в этот раз больше внимания уделю сценариям. Начну с освещения. И в качестве аппаратной части обзора будет паровыключателей Акара с физическим размыкателем и логический. Оба с двумя клавишами. Своё первое знакомство с выключателями Акара я свёл пару месяцев назад, как они только появились на Алиэкспресс. Начинал я как раз с проводной версии двухклавичного выключателя. На тот момент такой выключатель стоил около 40 долларов. Примерно так же они стоят и сейчас плюс-минус. Поэтому, когда на Гербесте проходила флеш-распродажа по стоимости 29,99 за проводной выключатель и 13,71 за беспроводной выключатель, я говорю о двухклавичных версиях, я долго не думал и заказал пару выключателей. В положенный срок курьер принёс пакет с двумя выключателями. Одна коробка чуть-чуть потолще, другая чуть-чуть потоньше. Размеры коробок одинаковые. Дизайн в принципе стандартный для устройства новодома экосистемы Xiaomi. Белый картон, серая полиграфия. Сзади технические характеристики, из которых стоит выделить размеры. Оба выключателя имеют размеры, длину и ширину 86 миллиметров. Беспроводная версия имеет в толщину чуть больше 15 миллиметров. Проводная 42 миллиметра. Оба работают по протоколу ZigBee, то есть им нужен шлюз. Коммутируемая нагрузка для проводной версии не более 800 ватт. Беспроводная версия работает от батарейки CR2032. Ну, пришло время открыть. Эти коробки открываю первый раз на камеру. Раз и два. Вот у нас такие наши выключатели. Значит, что у нас в коробках? Сами выключатели. Вот он, крепежик. Это у нас проводная версия. Это у нас беспроводная версия. Здесь есть тоже крепежик. И еще такой вот двухсторонний скотч. Внешне, видите, они идентичны. На внешний вид их отличить очень сложно. Их можно отличить только по толщине. Так, распакуем. Так, распакуем. Один и второй. Не так-то это просто делать. Еще камера немножко мне мешает. Ну, в общем, как-то так. Так, с внешней они абсолютно одинаковые. Когда висят на стене, если их ровно приклеить, то отличить их, в общем-то, невозможно. Вот вид сзади. Этот плоский, рассчитан на... Просто даже можно наклеить на стену. Хотя, в принципе, если у вас там есть коробка 86 на 86, можно привинтить. Этот надо устанавливать в коробку 86 на 86 миллиметров. Сзади три винтовых контакта. Это линия входящая, линия 1 выходящая, линия 2 тоже выходящая. То есть, нулевой линии ему не надо. Только работает на разрыв фазы. Открываются они вот в той вот щели такие. Просто чем-то провернуть. Вот так. Так выглядит проводная версия. И беспроводная версия. У беспроводной версии, соответственно, вот имеется батарейка. Этот питается от линий. Внутренняя часть тоже практически идентична. Но стоит отметить, что перепутывать не рекомендуется эти крышки. Потому что вот эти вот рычажки, которые нажимают на кнопки, у беспроводной версии чуть-чуть короче, чем у проводной. Я раз перепутал, и было очень тяжело нажимать на кнопку. Надо было прилагать усилия. В то время как родная крышка там слегка нажал, и все. Эта пара выключателей предназначалась для установки в гостиную. Старый выключатель располагался внутри комнаты таким образом, что створка двери, которая открыта почти всегда, закрывает его. И добраться до него очень неудобно. Особенно вечером, когда приходилось заходить в темную комнату, нащупывать дверь, лезть за нее, включать свет и возвращать обратно. Поэтому беспроводный повторитель я планировал расположить снаружи комнаты, на противоположной стене. Установка второго механического выключателя, или переноса существующего, достаточно было сложно технически реализовать. Пришлось бы штробить примерно метров пять, не меньше стены, делать сквозное отверстие, прокол сквозь стену, опять сверлить круглое место под монтажную коробку. Это еще в условиях существующего ремонта, в общем это было сделать сложно. Дешевле на самом деле и проще было сделать беспроводной повторитель. Сам монтаж заключается в удалении старой круглой коробки. Потом установка новой квадратной коробки. Это весьма утомительное и довольно пыльное занятие, особенно когда стена бетон или кирпич. Кстати, обозреваемый мною недавно очиститель воздуха, Xiaomi Mi Air Purifier 2, отследил этот момент и ускорил обороты вентилятора, пока я не закончил терзать стену. Вот так получился окончательный вариант. Может быть не супер идеально, но более-менее. Да и выключатель, как я уже сказал, почти всегда скрыт дверью, а теперь и лазить к нему почти не приходится. С беспроводным выключателем возни гораздо меньше, просто приклеил и все. Для надежности на клеющуюся поверхность скотча я добавил пару капель суперклея, так как обои рифленые и скотч держится не очень хорошо. Подключение и работа в Mi Home. Несмотря на Домотикс, стадия первичного подключения проходит в Mi Home. В плагине шлюза выбираем иконку соответствующего выключателя. А после того, как шлюз скажет вслух китайское заклинание, надо нажать на кнопку выключателя до момента моргания светодиода. Для проводной версии нужно еще выбрать иконку и название для каждой клавиши. Ну, в общем, все как обычно. Для проводной версии также существует отдельный плагин управления, позволяющий включать и выключать каждую из клавиш. В сценариях проводной выключатель может выступать только как действие, то есть, иными словами, он может включать и выключать только то устройство, контакт которого размыкает, и все. Выключить, например, умную лампу или розетку, которая физически к нему не подключена, он не может. Но это касается только мехом. Зато, сам выключатель может управляться любым другим логическим устройством, кнопкой, беспроводным выключателем, кубиком и т.д. В сценариях для него доступны действия включить, выключить и изменить состояние на противоположное, он, офф. Отдельно для каждой из клавиш. Беспроводная версия своего плагина не имеет. По нажатию на кнопку устройства на плагине управления, открываются страницы с перечнем смарт-сценариев и лог-срабатываний, аналогично как у куба, кнопки, датчиков движения и открытия. В сценариях выключатель выступает как условие, он инициирует какое-либо действие, например, включение-выключение клавиши проводного выключателя. По сути, установив пару проводной и беспроводной выключатель, мы получаем аналог проходных выключателей, только при этом не нужно делать специальную разводку и беспроводных повторителей может быть сколько угодно много. Беспроводной выключатель предлагает три варианта действия в сценариях. Нажатие каждой клавиши по отдельности и обоих клавиш сразу. После того, как вы подключите выключатели к шлюзу, они у вас появятся в списке оборудования. Проводной выключатель, как два разных устройства, левая и правая клавиши, каковым он по сути и является, а беспроводной, как одно устройство с четырьмя вариантами действия. Для добавления в панель переключателей надо кликнуть на стрелочке справа, после чего они появятся в панели переключателей. Вот, к примеру, выключатель 1, две кнопки, и тут ниже выключатель 2, две кнопки. Беспроводный выключатель выглядит, сейчас я его найду, вот так. Мы имеем четыре варианта действия. Выключены одна клавиша, вторая клавиша и две клавиши одновременно. Проводной выключатель в Domotix также может служить условием сценария, как и беспроводный. Никаких ограничений, как в MeHome, нет. Если вам нужно задать, например, время автоотключения, например, пригодится для управления вентилятором, то не нужно даже писать сценарий, просто в настройках задаем время 600 секунд автоотключения, и через 10 минут после включения он будет выключен автоматически. Что касается беспроводного выключателя, а также всех логических выключателей, кнопок, куба и прочего, рекомендую ставить время автоотключения в одну секунду. Вот, любую кнопку показываю. Одна секунда. Это в некоторых случаях позволит вам избежать автосрабатывания сценария, так как кнопка сохраняет статус, который был ему присвоен. Если не переходит в статус Ов, сценарий может сработать еще раз. На каждую из кнопок. Вот, у меня стоит время автоотключения. Одна секунда. Я рекомендую это сделать. Никак на сценарий влиять это не будет, потому что это логическое срабатывание. Если у вас нигде в сценариях не стоит Ов на срабатывание, то он отрабатываться не будет. Мне неоднократно задавали вопрос. Можно ли при помощи двухкнопочного выключателя Акара только одну клавишу завязать на разрыв фазы, а второй управлять логически, например, лампой E-Light? Отвечаю на вопрос. Можно. Вот пример сценария, который делает как раз именно это действие. Первым условием мы отслеживаем изменение статуса выключателя, который мы назвали Акара. Причем какой это будет статус, неважно, включено или выключено. Просто изменение статуса. После этого мы проверяем состояние нашей цветной лампы E-Light RGB. Если он не равен OFF, вот этот значок означает не равно, то есть любое другое какое-то значение, либо ON, либо SET LEVEL, там возможны варианты. Значит мы выключаем лампу. Если при изменении статуса лампа наша выключена, мы ее включаем. Но включаем мы ее при помощи скрипта. Зачем нам нужен этот скрипт? При помощи этого скрипта мы сразу передаем параметры, с которыми мы будем включать лампу. Где? Первая часть скрипта это у нас логин, пароль по умолчанию к серверу Domotix и его адрес. 127.0.1 это локальный адрес, скрипт выполняется локально. Дальше мы передаем параметры. SET COLOR, BRITNESS, ну то есть передаем цвет и яркость, тип команда. Это мы ничего не меняем. Что мы меняем? Только EDX это ключ к лампе, то есть ее уникальный номер, который мы можем взять вот, например, здесь. 46 это у нас вот лампа, сейчас она выключена. Так мы можем посмотреть EDX любого устройства. Лампа у нас 46.0 и передаем HEX это цвет и яркость, который она будет светить. Где же нам взять вот это вот значение FFF и прочее с ними? Для этого мы переходим в панель переключателей. Здесь у нас находим вот лампу и задаем цвет нужной свечения. Вот этот FFF это белый 100%, там фиолетовый, хотим синий, зеленый. Здесь у нас, видите, меняется вот этот вот номерок. Вот этот номерок мы и передаем в параметре HEX. Это будет у нас цвет и яркость свечения лампы. И после чего мы, сейчас я перейду обратно, сохраняем наш сценарий, как-то его называем. Для того, чтобы он работал, ставим значок вот event active. И для того, чтобы это именно, Домотик знал, что это именно отслеживание состояния устройства, здесь выбираем вкладку device. Здесь у нас всего 5 вкладок. All это для любых сценарий, не советую ее использовать. Device это как раз для изменения статуса устройств. Security, события безопасности. Time это у нас сценарии, которые отрабатываются в зависимости от времени. К ним я еще в других обзорах вернусь, расскажу. Здесь у нас как раз вот таймеры, если у нас время равно. И User Variable это у нас пользовательские переменные. Этот сценарий мы сохраняем в вкладке device. Если вы используете белую лампу и вас интересует только яркость, можно использовать вот такую команду. Она немножко другая. Здесь мы передаем только уровень яркости. Также здесь есть и DX лампы, 48 в данном случае. И Level 100 это 100% яркость или ниже. Все эти ключи, команды, чтобы вам не пришлось набирать с экрана, я дам внизу в описании к этому видео ссылку на текстовый вариант этого обзора. Я уже пытался писать скрипты в описании к видео, но дело в том, что YouTube некоторые значения, особенно цифровые, переводит в маркеры видео. И их невозможно скопировать. Поэтому будет просто ссылочка на текстовый обзор, в котором будут все вот эти скрипты в текстовом виде. Можно будет скопировать их, разобрать. Теперь перейдем к беспроводному выключателю. Вот я сейчас покажу. Это живой рабочий скрипт, который я использую. Который работает второй в паре с проводным выключателем. Итак, первое условие 4 достаточно простые. По нажатию первой и второй клавиш я проверяю состояние выключателей. Включен, значит выключить, выключен, значит включить и наоборот. Это просто копирование выключателей. А на третью функцию нажатия одновременных клавиш я решил немножко поиграться. Здесь я добавил второй, вернее первый, мой самый первый выключатель Акара, который находится в коридоре. И он выключает и включает два светильника. PR это прихожая, KR это коридор. Когда я делаю нажатие на две клавиши, идут проверки. Итак, первая проверка. Нажали две клавиши, выключен свет и в прихожей, и в коридоре. Здесь также добавился еще один выключатель. Это виртуальный выключатель Акара Сеттинг, который имеет автовыключение в течение 5 секунд. Сейчас я покажу его и расскажу, зачем он нужен. Вот, создан просто виртуальный выключатель. Он ничем не управляет, он просто отслеживает состояние. И через 5 секунд после включения он выключается. Возвращаемся к нашему сценарию. Так, вот он. Значит выключено оба света в прихожей, в коридоре. Этот выключатель выключен. Тогда мы что делаем? Включаем свет в прихожей и переводим вот этот виртуальный выключатель в состояние ON, в котором он будет находиться 5 секунд. Если мы тут же в течение 5 секунд второй раз нажимаем обе клавиши, то есть у нас прихожая уже включена, коридор еще выключен. Еще не прошло 5 секунд включен виртуальный выключатель Акара Сеттинг этот. Тогда мы включаем и коридор, то есть два нажатия. Первое прихожая включили, второе коридор. После этого нам уже этот сеттинг не нужен, я его сразу выключаю, чтобы не ждать. Дальше. Если у нас оба включена света, он в прихожей и он в коридоре, соответственно вот эта проверка у нас есть OFF, хотя в принципе в этом условии можно ее не делать, но я уже сделал. Тогда мы сразу оба выключаем свет и в прихожей и в коридоре. Аналогично эти же сценарии, похоже, проверяют. Если у нас включен только в прихожей, в коридоре выключен, выключаем в прихожей и наоборот. Прихожая выключена, в коридоре включен свет, выключаем в коридоре свет. То есть по нажатию двух клавиш, как оно работает. Если света нигде нет, раз нажал, включилась прихожая, тут же нажал второй раз, включился коридор. Если где-то горит свет, я подхожу, нажимаю, просто этот цвет выключаю. И не надо бегать от комнаты в прихожую, где находится этот выключатель. Очень удобно на самом деле. Использую такая дополнительная фишка к выключателю еще. Надеюсь, эта небольшая практика в написании обзоров пригодится вам в освоении возможностей Домотикса. В дальнейшем я буду рассказывать про другие интересные сценарии, которыми пользуюсь сам в первую очередь. На подходе будет новый интересный обзор по интеграции в Домотикс оборудования от Брудлинг. Какое вы узнаете чуть-чуть позже. Так, если обзор был интересен и полезен, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч! Если у вас будут возникать вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить на все. До свидания!